Здравствуйте! Сегодня я предлагаю снова поговорить о полоске для полных, можно или нельзя, горизонтальная или вертикальная, узкая или широкая, черная или цветная. Многие из вас помнят ролик, в котором я показала, какой обманчивой может быть полоска и доказала, что утверждение, будто полоска полнит, ложное. Я подобрала небольшую коллекцию фотографий полосатой одежды и хочу поделиться с вами своими наблюдениями. Начну с облегающих моделей. Широкие бедра, пышный бюст и вертикальная и горизонтальная полоска одинаково четко очерчивают пышные формы. А если фигура близка к форме песочных часов, то почему бы ею не похвастаться? Пусть завидуют! Если у вас ножки, как у Примадонны или Миссис Броснан, то короткое полосатое платье подчеркнет и их красоту тоже. Возраст не имеет никакого значения. Вы же в курсе, да? Если вы немного не уверены в своих ножках, меди в полоску ваш идеальный вариант. И шаг от бедра, помните об этом все время. Если сомневаетесь, какую ориентацию полоски выбрать, сшейте отрезное платье, где по лифу будет идти горизонтальная полоска, а по подолу вертикальная или косая. По-моему, это немного строго и много красиво. Ориентацию полоски можно не менять, просто сшить свободное многоярусное платье. Если вы настолько упрямы, что ни при каких условиях не хотите признавать свою красоту, наденьте Боха. Сразу признаюсь, что мне этот стиль не нравится. Мешок нарядный для женщины. Я люблю оригинальные узоры и психоделик в частности, но такая мозаика, на мой взгляд, больше похоже на хаос. Даже строгий мужской костюм выглядит гораздо женственнее. Но о вкусах никто не спорит, и я тоже. А вот рубашечный фасон мне нравится. И длинные, и короткие полосатые рубашки смотрятся на пышных фигурах замечательно. Как и платье с застежкой во всю длину. Но тут главное чувствовать разницу между платьем и халатом. Вот здесь, по-моему, как раз тот случай, когда кардиган больше похож на банный халат, а платье на пеньюар. Есть еще фасоны отрезных платьев, у которых лифт раскроен запахом. На мой взгляд, этот фасон подходит дамам с пышными бедрами и умеренным бюстом. Мой бюст такие запахи не любит и все время старается из них выбраться. А вот сложный крой мне нравится. Когда дизайнер одежды немного поиграл с полосками и создал очень интересное платье. Особенно мне нравится вот эта модель. Когда-нибудь, когда появится возможность, сошью себе такую же. А еще мне очень нравится полоска с цветами поверх нее. Посмотрите, как эффектно и свежо выглядят эти модели. Разноцветные полоски делают платье задорным, веселым, привлекательным, жизнерадостным. Ну как в нем не улыбаться, а? Полоску можно комбинировать и сочетать с гладкими материалами. Или даже сделать ее специальным элегантным декором. Да и сама полоска бывает разной. Например, орнаментальной. В зависимости от сюжета орнамента, ее можно положить по вертикали и по горизонтали. Если я вас не уговорила и вы по-прежнему стесняетесь открыто носить полоску, носите ее под пиджаком или курткой. Полочки, как ограничивающие линии, визуально немного стройнят фигуру. Но это не точно. О платьях мы поговорили, остались юбки и брюки. Юбки тоже могут быть и с вертикальными полосками, и с горизонтальными, и с косыми, и комбинированными. Тут ничего нового. Главное, чтобы лифт с ними сочетался. В брюках все как с юбками. Отличие только в том, что они всегда шьются по вертикали. С комбинезонами тоже все в порядке. Пока полоска однотонная. Фасон не имеет значения. А вот когда полоска разноцветная, все зависит от мастерства закройщика. Эти комбинезоны эффектны и даже восхитительны. А тут, на мой взгляд, с чувством прекрасного закройщику не повезло. Но это опять же мое субъективное мнение. Резюмирую. Полным можно все. Как я уже говорила, если у женщины 46 размер одежды, визуальные фокусы могут дать эффект уменьшения до 44. Но когда у тебя плюс-минус 60, имеет значение, выглядишь ты на 58 или на 62. Так что... Любим себя такими, какие мы есть. Наряжаем себя так, как сами сочтем нужным. Считаемся с мнением окружающих настолько, насколько они считаются с нашим. Благодарю за просмотр! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok